Загорелые девушки Загорелые девушки Загорелые девушки Именно в таких помещениях Начинали проходить первые массовые рейвы В конце 80-х, начале 90-х Эти заброшенные склады и подсобные помещения Находились на окраинах пригородах Лондона В московских же клубах единицы Помнят о слове рейв И смутно знают о том, что такое Эйсид Хаос и Техно Но несмотря на это, слово рейв Все равно осталось в памяти поколения 90-х Субтитры создавал DimaTorzok Рейв Рейв массовое мероприятие с выступлением диджеев И общее название электронной музыки Именно так сформулировано слово рейв в интернет-энциклопедии В Великобритании рейвы стали приобретать популярность в 1988 году И к началу 90-х стали известны за пределами страны Например, в Берлине, где многотысячный лав-парад занимал большую часть центра города И собирал людей из всех частей Европы Был и знаменитый голландский Тандердум В далеком 1993 году, когда я впервые посетил Голландию Друзья меня привезли на грандиознейший хардкор рейв Это был Тандердум 1993 года Вы можете себе представить, это огромнейший стадион Где 40 тысяч человек по пояс голыми рубились под хардкор Когда на тебя дует со всех сторон огромное количество звука Который пронизывает тебя насквозь, когда у тебя волосы шевелятся от этого звука Вокруг тебя мега-позитив Вокруг лазеры, все сверкает, все моргает Совершенно сумасшедшие цветовые, световые аудиоэффекты То есть я стоял как завороженный посередине стадиона Вокруг меня окружала эта беснующаяся толпа Это было именно тот момент, когда у меня в голове что-то повернулось И все, я с этого момента в рейве История клубной культуры насчитывает уже несколько десятилетий Я нахожусь на клубной сцене уже почти 20 лет Все началось еще в 92-м С тех пор я в этой культуре Начало 90-х положило начало новой эпохи Эпохи электронной музыки и рейвов Это было время музыкальной революции Никто еще не слышал прямой бочки в музыке Какая была музыка, совершенно чумовая Acid House, Techno, Drum and Bass, Trance Вся эта музыка начинала звучать на рейвах по всему миру Появлялось все больше диджеев и музыкантов И вскоре рейвы начали приобретать массовость Тогда мне приходилось ездить кругами по городу С пластинками в сумке В ожидании того, когда же организаторы мероприятий Найдут подходящее место И мне станет известно о том, куда все-таки ехать Как только устроители мероприятия находили место Они оставляли название клуба на автоответчике И ты без конца звонил, чтобы узнать, где же будет вечеринка Когда после долгих путешествий по городу я наконец узнавал, где все будет происходить Я бежал туда с кучей пластинок в сумке Тогда рейвы это было прежде всего сумасшедшее пространство И непередаваемая атмосфера Не было никаких правил Только музыка и люди Никаких правил и никаких ограничений После прихода популярности у рейвов появился новый противник в лице властей Они не раз пытались помешать организации рейвов Именно поэтому очень часто места проведения объявлялись за 15 минут до начала Ну что же, в первую очередь слово рейва вызывает у меня ностальгию Это сразу воспоминание о детстве О тех временах, когда мне было 15, 16, 17 лет И я был еще слишком молод, чтобы присутствовать на крупномасштабных мероприятиях с электронной музыкой Если брать, например, Норвегию То место проведения, обычно это были огромные поля Были ограждены железным забором Первое, что я вспоминаю, слышу это слово Это то, как нам приходилось перелезать через эти заборы Дабы вкусить атмосферу, которая присутствовала в то время в том недоступном для нас месте Это были отличные времена, просто потрясающие Времена, когда музыкальный рынок был не так сильно наполнен коррупцией и коммерцией Итак, рейверы, они ходят на рейверы именно Вот именно из-за музыки и из-за той музыкальной мощи, которая идет вот из этой, вот из этой горы колонок Самое главное для них это музыка Ну, естественно, половина из них торчки объебали На заводы, склады и открытые площадки завозились горы звука Ведь в электронной музыке количество и качество звука является одним из главных факторов Время установки и монтажа звукового оборудования иногда затягивалось на сутки Когда я начинал сводить пластинки в мире В этом месте, создавая полноценный микс, я также увидел, как это делают и другие диджи В это время хаос-музыка отошла на второй план и наступила эпоха Эйсед Хаоса Все эти нереальные звуки и люди, которые наслаждались тем, что происходит вокруг Была раньше такая тенденция, что в основном люди, нежели чем сейчас, ходили чаще слушать музыку Ходили на дежакеев Рейв это немного свет, это стробоскоп, хороший звук, лазер Рейв это прежде всего идея И вообще, если говорить честно, то рейв это большое такое мероприятие, больше тысячи человек Изначально это слово пошло из Англии На рейвах вы могли увидеть совершенно разных людей Там были студенты и офисные работники, вплоть до будущих мам и домохозяек Все приходили туда для того, чтобы выплеснуть всю негативную энергию И получить удовольствие от прослушивания любимой музыки В Англии они были запрещены из-за большого количества народа Сейчас это слово осталось только исключительно в прошлом Рейвы в Англии становились настолько масоми Что попали под постоянный контроль полиции Нелегальных рейвов становилось все меньше И они начали перемещаться на площадке ночных клубов Как и любое яркое музыкальное и субкультурное течение Рейв становился частью поп-культуры Крупные рекорд-лейбу начинали активно выпускать электронную музыку Которая тогда называлась одним словом Рейв Я как бы давно это все начинал Я до сих пор даже просто вещанинке клубной Говорю, что рейв, ты едешь на рейв или там Или какое-то большое мероприятие на стадионе Это вот так вот остается у всех людей, кто начинал Вот первый шоу, кто начинал, тогда он говорит, что это рейв Со временем рейвы избавились от своего нелегального прошлого Но для многих слово рейв до сих пор ассоциируется с началом 90-х И прежде всего с этой яркой музыкой Поэтому рейвы действительно это акцент на музыку На культуру музыкальную, на клубную И прежде всего на людей, которые хотели и будут хотеть приходить на эту музыку Скучно, грустно и некому руку подать Иди ты в клуб Скачай новый хит, Максим Тебе понравился? 0-9-3-1 Звони Лучший друг Перец из института Моя подружка Сосед Пыша Дари яркие эмоции Разыграй своих друзей 0-9-3-1 Звони Вы просили Передаем Входите Без стука 96,4E FM М-Радио Чтобы скачать новую мелодию на телефон Теперь не нужно отправлять СМС У нас произвольная программа Звони с мобильного 0-9-17 Прослушивай любую из сотен мелодий И скачивай то, что понравилось Неолайн Классно! В твоем мобильном может поселиться милый песик Тамагочи Заботься о нем И тогда он вырастет в самое любящее существо на свете Заведи себе щенка Отправляй код на номер 3 восьмерки 3 Хочешь знать, как из велосипедной рамы сделать сверхгоночный автомобиль? Как привлечь к себе внимание с помощью пластмассовой машинки? Как стать заметным в любой автомобильной пробке? Приколись? Теперь это не мусоровоз! Это твоя любимая машина! Наверись ума! Испытай себя на прочность! Программа «Тачка на прокачку» Специально для тебя! Сегодня в 23.30 Только на НТВ Здорный характер Красивое тело Главные роли Красавчик Лавелас Расп***** И голливудская звезда Без купюр Мэтью Макконеки Смотри на этой неделе Только на НТВ Итож Главное 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 Без купюр Оно Итож МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыкальные стили, когда-то являвшиеся единым целом, удалились друг от друга. Поменялся и слушатель, в движение пришли новые люди. В начале 90-х рейлы пришли в Россию. Вы, наверное, не знаете, но и сейчас на территории Москвы тоже проводятся многотысячные рейлы. На площадках больших московских клубов продолжает звучать драм-н-бэйс, транс и техно. Танцевальная культура продолжает жить и развиваться, несмотря на множество попыток смешать музыку с коммерцией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть непосредственно все это, конечно, пришло к нам из Европы, из Индии. Конечно, речь идет о трансе, ведь эта музыка собирает больше всего народа. Несмотря на некоторый упадок интереса к транс-музыке, в середине 90-х она вновь заметно возродилась, и к концу десятилетия транс стал чуть ли не самым популярным стилем танцевальной музыки в мире. Раньше клубы делились все-таки на стилистику. То есть, допустим, существовали транс-клубы, существовали клубы для быков, существовали клубы для студентов, хаос-клубы мажорные, гламурные, техновые. История появления рейвов в России мало отличается от его развития во всем мире. Отличие было лишь в масштабах проводимых мероприятий. Во многом развитию рейвов препятствовал постсоветский фактор. Многие. Вы прекрасно помните, что было в 93-м году. Это серость, безликость, какие-то перестройки, перемены, люди без денег, полный беспредел, бандитизм и т.д. и т.п. В Москве на тот момент было всего несколько клубов, где можно было услышать настоящую электронную музыку. Вся клубная культура держалась на небольшой группе энтузиастов. Только благодаря им рэп-культура в России начала развиваться. В России с техно было очень и очень плохо. Вот, то есть, очень малое количество мероприятий, одно-два мероприятия в год, это в таком огромном мегаполисе, как Москва. Несмотря на это, в Москве начало 90-х проводилось немало нелегальных рейвов, опен-эйров и клубных вечеринок. Места проведения рейвов были совершенно разные. Эти проводились в планетарии, в каких-то заброшенных складах. Площадками для рейвов становились самые немыслимые места. В то время, каждый, у кого были деньги, мог арендовать любое место. Поэтому места проведения рейвов зависели только от фантазии промоутеров. Есть одно воспоминание. Мы проводили летом, не помню когда, но это было точно лет 8 назад. Мы проводили опен-эйр на заброшенной базе военной. То есть, это недостроенное. То есть, соответственно, это огромный бетонный ангар. Туда завозили звук, ставили генератор, вертушки и играли. Естественно, люди танцевали, потом все выходили по колено в цементе. То есть, вот эти, собственно, респираторы, которые сейчас люди носят на мероприятии, по большому счету, они идут оттуда. То есть, это пыль, которая поднимается под ногами. Люди просто закрываются. Потому что я, например, вот вышел после сета как шахтер. Когда я начинал играть на пластинках, я играл брэкбит. То есть, вот как раз в этот момент, в самый первый магазин «Дискооксид», он тогда назывался, магазин для диджеев, стали приходить пластинки с транса. Я как бы заболел этим музыкой. Вот, и уже выбрал свой стиль. С каждым годом все больше, больше, больше в разных городах России стали происходить техно-рейвы, хардкор-рейвы и вообще крупные мероприятия, называемые рейвами. Неважно, какая музыка там звучит, сайд-транс, драм-н-бэйс-музыка, техно-хардкор. То есть, это рейв. Огромное количество людей, огромное количество звука, света, прекрасные артисты, а также артисты из-за рубежа, звезды, легенды, легенды рейвов. С каждым годом, еще раз повторюсь, все лучше, лучше и лучше. Один из самых близких к истокам рейв-культуры стилей, драм-н-бэйс, также не остался в стороне. Он является вторым по популярности стилем андеграундной танцевальной культуры. Мое знакомство с рейвами произошло в далеком 98-м году, когда мне было еще всего 13 лет, и уже тогда я находил какое-то время, прорывался на различные ночные мероприятия, в общем-то, находя время для того, чтобы на следующий день после мероприятия сразу пойти в школу. В 95-м году появилась первая радиостанция, которая называлась радиостанция 106-8, полностью построена на электронной музыке. И там были представлены такие стили, как хаос, брейкбит, хардкор, транс, джангл на тот период. Радиостанция 106-8, к сожалению, до наших дней не дошла. Она была безжалостно продана русскому радио, и осталась лишь светлым воспоминанием для всех тех, кто по-настоящему любит электронную музыку. Сейчас драма 2 сцена очень развита, и существует огромное количество промо-групп, которые занимаются проведением мероприятий. Это стало действительно большой индустрией, и это стало бизнесом для многих, в том числе и для нас. Есть новый джангл, чувак? Да, ко мне с утра Тарзан и Джейн, и Лиане залетали. Я тебе скажу. Это может превратить Харри Кришну в злодея. Нарыл очень хороший флайер. Это хардкор против джангла, часть 2-я, к сожалению, у меня на 1-й нету. 28 декабря она была организована в 96-м году в клубе Акватория. Акватория, собственно, это актовый зал в школе. Вот, еще тут стоит логотип, радиостанция 106.8. Ну, на тот момент хардкор представлял Диджи Орбит. Ну, и джанглом, естественно, была одна единственная промо-группа, которую устраивали джангл-вечеринки, эти диджи Дэн и диджи Гру в Стонгрю. В конце 90-х годов интернет, который является сейчас главным средством массовой информации, не был так сильно развит. И люди не могли ни качать музыку, ни находить какие-то новости о западных новинках, о западных музыкантов. Все, что им оставалось делать, это ходить в различные магазины, в различные антеграундные магазины, на различные точки, где продавались какие-то в то время еще пиратские диски с записями электронной музыки. Тогда действительно это было что-то новое. Тогда каждая пластинка или каждая композиция, она просто имела вес золота, да, была на вес золота. И потрясающая вот та энергетика, которой тогда только все это появилось, вот это количество музыки, необычных этих звуков, да. Я же до этого занимался исключительно классической музыкой, да, но всегда любил и хип-хоп, не поймите неправильно, и R&B. Это было записано бандой отморозков в камере смертников, понял, да? Так что все эти тюремные звуки в паузах, они настоящие. Они называют себя и Читригер, и Читригер, и Ниггер. Одним из старейших мест в Москве, куда люди приходили за новой электронной музыкой, был Техно-Павильон. Тут можно было взять флайеры и узнать о предстоящих рейлах. Техно-Павильон открылся в 2006 году. Одновременно с этим я начал свою дизельскую карьеру. То есть тогда не было разделения на стиле, то есть брэкбит, хаос, транс, все тогда не было. Тогда все это называлось одним словом рейф. В 1996 году я пошел в самую первую в Москве школу биджиев, открыл ее тогдашний центр хипокультуры, руководил им Влад Валов. Учителем у нас был Михей, царство ему небесное, который известен под проектом Михей Джуманджо. Буквально вся моя карьера связана, в принципе, с этим местом, в Сходнинском мосту, с этим Техно-Павильоном. Здесь я, кстати, начинал работать продавцом. Приезжали люди, отслушивали пластинки, и в этих магазинах общались, обменивались какой-то информацией, появлялись какие-то новые знакомства, эти знакомства перетекали в какие-то проекты, объединение двух диджеев, они становились музыкантами, там, организовывали какие-то промо-группы, в общем, новые планы, новые движения, все заражались отчасти именно вот в таких вот магазинах. Вообще, в принципе, между организаторами крупных мероприятий практически не существует конкуренции, поскольку лидеров в этой культуре не так много, и между собой мы умеем договориться. Ведущие промоинты в трансиндустрии, в драм-н-бэси, в техно, они взаимодействуют друг с другом, стараются помогать в различных ситуациях, в том числе и в проведении мероприятий. Проводятся все больше и больше мероприятий, появляются новые промо-группы. Россию посещают зарубежные звезды. Во все это вовлечены тысячи людей. Но рейв постепенно теряется среди гламурных оберток безликих вечеринок. Как ни парадоксально, но несмотря на массовость, настоящая клубная танцевальная культура является андеграундом. Привет, это Алекс Москва. Мы находимся на замечательном большом крупном рейве московском. Здесь играет музыка, как вы можете слышать. Или хардтех, шранц, возможно, хардсбор. Ноги дали отпускаются в пляс. Ну, я так понял, что мы сейчас собираемся в туалет женский. Никто в телевизор не хочет? Да ладно. Как у вас дела? Как вам мероприятие? Пару вопросов. Я туда сходить не буду, подглядывать. Тоже мне неинтересно. Можем подглядеть, да. Отлично. Все отлично. Мы зашли в женский туалет. И сейчас пойдем на танцпол. Увидимся. Парни, как дела у вас? Ну, все нормально, б***ь. У парней все нормально, все отлично. Так, так, так. У нас могут забудутся провода. Провода могут забудутся. Так, сейчас мы найдем прикольных девчонок. Вон, какие, б***ь, немного идиоты. А сейчас спросим у идиотов, как у них дела. Ребят, как дела? Супер! Где взяли такой парик? У мамы украл. Как дела? Супер, мам! Передайте привет родителям. Мама, я тебя люблю. Спасибо большое, ребят. Как вы видите, довольно-таки разношерстная публика, начиная от очень красивых девчонок. Очень красивых девчонок. Я говорю, что мы очень красивые девчонки. Спасибо. Спасибо, ребят. Как ваше настроение? Как дела? Устроение супер. Море позитива. Море положительной энергии. Молодцы, рестораны. Слав. О, а вот и море позитива. Вон еще бойкий парень какой, смотрите. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Ну, на техно-вечеринки приходят совершенно разные люди по своему социальному статусу, материальному статусу. И вообще положение в обществе. Кто-то приходит сюда. Это самое, как бы, не очень, как бы, я считаю, уважаемые часть людей, которые жрут наркотики. Они не могут остановиться. У них вот так вот все, вот так вот все, вот так вот все. Юношеский максимализм детский, да? Этим людям по 18-19 лет они ходят выпустить пар, ставить кучу здоровья на донсборе, обожраться. С утра они ничего не понимают, а-а-а, чувак, а-а-а, вот так вот. Эй, 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 как дела, больной торчок? Да, отлично, братан, отлично, братан, отлично, братан. Я же говорю, отлично, братан, отлично, братан. А я же говорю, отлично, братан. Офигенно, отлично, братан, отлично, братан. Пошел ты в жопу Пошел Я реально сбрасываю все отрицательную энергию Я могу протанцевать часа три И просто после этого у меня на душе очень спокойно Для меня не просто дискотека, а это Состояние оно особенное Тем, что уходят все эти мысли повседневные И остается вот такая музыка и это счастье Это прикольно И много всего интересного Просто для души и для отдыхать можно почаще, если хорошо учиться Я ничего не жрала, если честно Ну естественно, давайте затронем эту тему, которая всем интересна Естественно, тема наркотиков То, что было раньше, то, что было раньше Шесть лет назад, семь лет назад Когда молодежь в клубы приходила Лишь бы уторчаться и обдолбаться какими-то там стафами В данный момент все совершенно не так То есть те люди, которые ходили раньше в клубы Они куда-то исчезли, слились Они теперь не ходят в клубы Все завязали, все занимаются совершенно нормальной жизнью У всех семьи, работы и т.д. и т.п. Без этого дерьма можно спокойно существовать Можно спокойно жить и можно спокойно ходить на рейлы И так же веселиться, так же беситься, как и это делают люди под стафом То есть это возможно Ну а молодежь я призываю приходить на данное мероприятие С позитивом, с полным позитивом, с друзьями Будьте живы Берегите себя Обожаю МТВ, особенно Александра Анатольевича Если бы не МТВ, нас здесь не было бы Да, да, да Александр Анатольевич Я сделала даже такую прическу Я встречаюсь с этой девушкой только лишь потому, что она похожа на Александра Анатольевича Да Кто-то ходит просто потанцевать Есть любители просто музыки Именно музыкального направления, которые шкерят, шарят и так далее Есть категория тёлки, которые ходят сюда как раз цепануть вторую категорию людей, которые в принципе работают и ходят раз в месяц угореть Есть люди творческого направления, которые ходят в клубы пообщаться, потусоваться Сидят у туалетов, либо на вип-данс-боле Музыкальные люди Я здесь только из-за них Именно поэтому мне так интересно играть в Москве в первый раз Я хочу увидеть людей, которые приходят ради любимой музыки Хорошо, когда есть красивые девушки, но я живу музыкой Есть и жей бармен и музыканты Но это люди, которые профессионально заняты в этой сфере Это был Алиц Москва, правда, жизнь и московский рейн Алиц Москва Алиц Москва Алиц Москва Рейф в России Конечно же, безусловно, огромный минус – это есть вот эти вот люди, которые ходят на эти вечеринки, я их называю, да, роботы. Вот, они, конечно, безусловно, меня очень сильно не радуют, потому что сейчас это, опять же, становится бизнесом, вот, и иногда музыка уходит для таких людей просто как бы на второй план. Но сами по себе рейфы в ближайшее время будут иметь огромную популярность, тем более, что драман бейс, техно, вечеринки, в большом количестве они сейчас проводятся. Самое главное дело в организаторах, чтобы все было сделано качественно. Сейчас техно, драман бейс и транс звучат в Москве регулярно, вечеринок становится все больше. В принципе, ситуация по вечеринкам напоминает, конечно, слоеный пирог. То есть, такой сутранс вечеринок может быть до 12 штук выходных. То есть, может быть, полный беспредел. Из-за огромного количества мероприятий, часто проводимых неквалифицированными людьми, электронная сцена часто испытывает кризисы. Но ведущие промоутеры объединяются для того, чтобы общими силами создавать качественные мероприятия. Я хочу немножко вам показать и рассказать о вечеринках, рейвах, которые устраивали мы, также и другие. И, значит, вот Battlefield Platinum, вечеринка, которая собрала самое большое количество на тот момент, это 2006-2005 год. Были приглашены Pendulum Fresh Nose. Pendulum были первый раз в Москве. Собственно, произвели фурор. Их очень ждали долго. Далее, мероприятие Tornado. Это мы праздновали три дня рождения. Это мое день рождения, DJ Profit, DJ Groove и Виктора Строганова. Собственно, устраивали три промо-группы Techno Connection. Acast 47 и Hardline 77. И вот такие вот артисты были у нас. И Drush, и Tibi, который представляет Drum and Bass. И DJ End со стороны Виктора Строганова представлял Techno. Как и в ситуации с промоутерами, среди диск-жакеев тоже наблюдается непрерывное появление однодневок, меняющих свои музыкальные пристрастия, ориентируясь на моду. На самом деле, действительно, что касается большого количества появлений диджакеев, это достаточно легкий путь сделать себе имя на чужой музыке, когда ты играешь. Они хотят стать диджакеем, они записывают микс. И народ, когда покупает этот диск, он реально понимает, что эта музыка, которую он сам сделал, это диджакея, они все думают, что это он написал ее. А на самом деле он просто свел какое-то количество композиций и продает это. И еще, по большому счету, все композиции, которые на этом диске, они не очищены по правам. Лично мне приятно работать с винилом. Я лучше чувствую музыку и играю на CD, если приходится, но большинство времени я играю на виниле. Он не звучит лучше. Реальная проблема — это нелегальное скачивание MP3. Это очень сильно бьет по звукозаписывающим лейблам и по музыкантам, которые пишут эту музыку. Диджей, играющий нелегально на MP3, сильно мешает развитию музыки. Это мешает, прежде всего, выпуску пластин. Многие лейблы, в конце концов, просто перестают их выпускать. Пираты наносят танцевальной культуре серьезный урон. И, конечно, с этими людьми нужно бороться. Но это очень трудно. Как ты можешь называться диджакем, если ты играешь MP3-музыку на дисках MP3? Ты скачал из интернета, взял сегодня, записал на диск, на один диск 70 композиций, и на другой диск 70 композиций MP3. И пришел с этими дисками, у тебя 140 композиций играли. Как можно сейчас отобиваться? Как у этого человека может быть хороший вкус к музыке? И если при таком отношении? Я хочу сказать вам одну вещь. Всегда были диджеи, вновь приходящие в музыкальную индустрию. Все хотят быть диджеями. Многие спрашивают, Марк, что нужно сделать, чтобы как ты стать диджеем? Мне сложно отвечать на такие вопросы. Моя карьера диджея насчитывает почти 20 лет. Это моя жизнь. Я не могу без этого. Мне кажется, диджей должен иметь страсть к музыке. И согласитесь, всегда видно, когда за пультом стоит человек без эмоционального заря. Я думаю, что таких диджеев хватает года на 2-3, а потом они возвращаются к своей обычной работе. Всегда видно человека, который болеет музыкой. Это становится делом его жизни. Потому что ты думаешь только о музыке, только о том, как развлекать людей, как делать их счастливыми. Что, правда хочешь стать диджеем? Ну, удачи тебе. Давай, дерзай. Это круто. Увидимся. Лет через 10. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Москва. Привет. Покупные топы диджеев, играющих МП-3. Региональный говор на московских радиостанциях. Неугасающие понты полуобразованных промоутеров гламурных заведений. Крашенные блондинки с ботоксом и их похотливые ухажеры. Все это способно дать неправильное представление о клубной культуре и также превратить ее в привокзальный кабак. Что из себя представляет гламур? Это места, это клубы, они также называются клубами. Места, где собираются люди, чтобы выпить, снять телку, опять-таки, после этого вечера увезти ее куда-нибудь. Все. Я разделяю для себя клубы на несколько разных видов. Есть клубы, куда ты идешь, если хочешь снять телку. А есть клубы, куда ты идешь наслаждаться музыкой. Лично для меня существует только один вид клубов. И это точно не те клубы, где я могу нажраться, снять телку, проснуться утром и спросить у себя, какого черта я тут делаю? Я хочу проснуться и сказать, вау, я помню этот трек из колонок. Вот это клуб, понимаешь? Мы можем сейчас посмотреть, что происходит. Вот кругом вот эта вот галимая коммерция, я имею в виду вот эти вот рейтинги. Реально рейтинги вот этих всех диджакеев, там, топ-10, там, лучший диджей. Вы реально можете послушать диджакея, там, вот эти все где топы, да? Когда вы будете слушать этого диджакея, там, кто находится в этих топах, там, да? Это все ерунда. Вы реально не найдете для себя ни одну любимую композицию внутри. Вот, во всяком случае, я про себя говорю. Струнку, которую можно затронуть вас, она не найдется. И таким вот этим вот, да, и таким вот, вот такой ситуации воспитывается в массах способом появления людей большой и тотальной дурновкусии. Причем эти люди не разделяют, как я, коммерцию и электронную музыку. Они конкретно в электронную музыку несут тот неправильный флер, который должен быть, на самом деле, этой музыки. Они делают из нее что-то коммерческое, а хотя нужно всегда разделять. Либо коммерция, либо электронная сцена без этого. Мне кажется, одной из самых важных причин массового дурновкусия являются СМИ. Они слишком много внимания уделяют знаменитостям, красивой жизни и так далее. Это как раз то, что подрастающее поколение смотрит и впитывает в себя. А отсюда следует то, что они хотят быть похожими на тех, о ком рассказывают средства массовой информации. И, к сожалению, музыка у этих людей отходит на второй план, так как им гораздо важнее, чтобы их узнало как можно большее количество народа, чтобы на них обратили внимание. Но это обычно занимает лишь определенный период в жизни. Уже к годам 25 мы начинаем задумываться о вещах, которые реально имеют смысл в жизни. Ведь выходить в свет и пытаться показать там себя и выдать себя за того, кем ты не являешься, чтобы привлечь еще больше внимания, это не самое главное в жизни. Но, к сожалению, большинство подростков этого не понимают. Если вас действительно интересует музыка, то на первом месте будет стоять просто приятное проведение досуга. Вы будете получать наслаждение от того, что вы являетесь собой и слушаете любимую музыку. Если тебе нравится ходить в клубы, чтобы нажираться и снимать телок, окей, иди напивайся и снимай телок. А я пойду слушать музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok